хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как зовут дима а полное имя дима фамилия калачев дмитрий юрьевич а год рождения 81 откуда сам родом кемеровская область город белого проживаю ростовская область город морозовск сидел и присоединился к вагнеровцам опиши когда это было ну приехали они к нам числа 3 декабря пообщаться поговорить предложить много чего интересного рассказали заинтересовали можно так сказать пообещали там чистый выйдешь там плюс зарплата там ну как бы гарантии не давали а так вообще-то полгода контракт полгода проходит там даже месяц до полгода идет реабилитация полностью если надо полечиться подлечит там отдыхаешь сама с собой там каком-то санаторий там или больница там все делаю документы полностью чисто не судимости у тебя ничего нету уходишь чистый а сам сидел за что тяжкий телесный 111 а что за ситуация была ситуация ну драка сколько дали три года сколько сидел уже да сидел год оставался это первая охотка 2 а первое за что было разбой то есть напал на кого-то но это тоже раз как бы разбой на нападение забрали человека сумку группа лиц это групповое было да сколько сидел 5 вот сейчас оставался года какая колония какая ты к и к 1 это где ростовская область город зверево хорошо они приехали они представились как бы представителями группы вагнер да или пригожин сам приезжал нет представители хорошо сколько человек колонии человек до сидел на тот момент 1300 было 1300 и сколько согласилась 125 человек и все уехали когда заехал в украину когда заехали 17 декабря нас уже полностью вывезли с лагеря повезли в миллеров ростовскую область переодели военную форму и повезли в пионерский лагерь это в луганское уже в луганск на территорию луганск и там день побыли дали нам жетон дали нам позывные и отправили на учебку учебка проходила в полевых условиях в палатках жили полевая кухня и все там тренировали показывали как правильно обращаться с оружием стойки там повороты как правильно и стрельбы естественно так 21 день нас тренировали и потом куда потом отправили поселок папасмы там нас расформировали на две роты первого рота увезли а нас второго рота оставили как бы в резерве там сидели две недели поселили в частные дома нас ну там никто не жил уже людей там не было опасно мирных и вот он там жили ждали потом 29 января собрали 30 человек и вывезли в этот солидар солидаре также разбили пару по 10 человек и начали вывозить по 10 человек на оппозицию ну что и как плен попал плен попал ну 10 человек нас послали в деревню там от солидара там деревня как я не помню как николаевка ну вот пошли на штул утром оружие же понесли там наши были там уже пацаны оружие патроны им понесли сказали наш нашу деревню все ну типа зачистку надо сделать а должны были наступать на нас и мы как бы сели по позициям заняли позиции по два по три человека в домах в этих брошенных и по нам начался обстрел минометы вратанометы танк как как бы в ловушке попались все кто куда разбежался не знали что делать короче ну а мы что с автоматами мы ничего не сделаем против минометов в танка мы не пойдем с автомата короче разбежались кто куда попрятались я также убежал там лес рядом с бегу еще товарища один я говорю чё куда чё делать а назад нельзя идти а этот день белый день и вот воронки были под под деревьями под этими под елкой вот мы в эти воронки но они такие глубокие были и ветками еще накрылись и вот давай давай сидимся когда с ними это тогда уже был наших искать ну вот сидели сидели вот это прилетела граната на голову ВОК? ВОК ну мне конечно контузия я ничего не понимал не соображал а светло еще было даже еще не стемнело я кричу Серега Серега ну пацана зовут его нету слышу он где-то сдалека кричит сиди я сейчас говорит вторая прилетит ну типа скинут еще не шевелись я же замер и чувствую голова болит не понимаю ничего спина щипит думаю что то наверное заделал и уже когда стемнело он ко мне пришел надо выбираться отсюда я говорю пошли я говорю к жиле а там деревня я деревню метров триста железная дорога у нас там тоже стояли наши вон снимается у меня бронежилет автомат каску я показал смотри что это стоит каска а там такая вот дырка ну остались завязки внутри вот это ну как она там называется ну подкладка в шлеме которого я говорю че делать я говорю давай в этой яме оставил все оружие патроны все было на меня все там оставил взял мне под руки и пошли я иду у него голова качается не понимаю куда я говорю давай в железной дороге я говорю там наш я говорю в деревне сейчас навряд ли кто-то там живой осталось и вот шля вот нет деревня заканчивается там окопы были все там руки вверх я без оружием с оружием он успел убежать а меня взяли сразу ну так где-то я сейчас полежал они тоже начали допрашивали зачем сюда пришел обшуманали где твоего оружия я оставил там где меня ранено это украинцы в СУ да это в СУ было нет это в деревне ну ну в СУ были да то семья есть семья родители только так я разведен как-то советовался с родителями нет сам решил идти да а дети есть как я племянницу поставил в курс на войну ну сын да у меня есть сколько лет? ну вот 23 года уже будет в мае общаешься? ну до подситки общался тут же большой сын взрослый да а смотри вот всегда я никого это не спрашивал да вот у меня как бы возник вопрос это по сути как бы Вагнер покупает ваши жизни таким способом получается так получается а Заки это понимает или нет? ну наверное что я не знаю я вот мое мнение я не знаю почему я пошел вот это что срок скостить хотел единственное ну там правда что но это же немного оставалось год да ну сейчас у нас во первых тяжело сидеть у нас сейчас там коммерческие лагеря за все платить то что сидишь за это и платишь в смысле? объясни ну допустим пользуйся телефоном угу за это надо платить надо коррупцию вот там плюс сигареты надо затянуть тоже надо платить на барак вот это вот барачечная система в барак надо уделять вкроме везде ну 2-3 тысячи в месяц уходило вот так вот а это все я с матери тянул она пенсионерка тоже больная у меня а если у кого то нету денег? и я начинал уже обманывать родителей племянницу сестру попросил на одно а на самом деле они уходили мне то бишь не доставалось а я все отдавал туда и в основном все так ну хорошо а если у кого то нету платить то что? ну как бы тоже спрашивают ходят там они пишут запишись туда запишись туда типа ну как бы они не видят этого человека уже просто они как бы а это администрация берет деньги да? нет это как сказали ну зэки платные плат комитет а а ты в лагере кем был? мужик? мужик мужиком да? и большинство мужики поехали воевать тогда я немного не понял гайки кто закручивал? администрация или плат комитет? там ну как бы в лагере он нету режима особо ну там все под блатными можно так сказать а платные ехали воевать? нет не хотят? почему? не хотят долг родине отдать? нет наверно нет только мужики да? может бы они поехали долг родине отдать? не ну тоже как бы отговаривали блатные да? чем нам надо да собирали вот так вот кто вот собрался на моем собирали общались со всеми ну типа ваше ну в смысле дело вы решили как бы вам запретить никто не может ну как бы так все ну я бы как бы цель поставил ну выбрал все как бы я уже а идеология какая-то присутствует? идеология? да да нет вообще? нацистам не верил? ну говорили что там это будут и поляки и американцы там ну говорят все там будут не только Украина что видел? поляк и американцев? нет а кто был? я еще не видел ни разу ну так говорили что говорят там много вот у меня вопрос а вот война это цена жизни да? вот ты понимаешь что то что мы с тобой разговариваем сейчас это как бы удача для тебя что тебя не грохнули там под солидатом вот стоил этот год жизни то чтобы умереть под солидаром? да нет я уже потом под задумываться не стоил вообще этого не стоит даже вообще я уже потом хорошо обдумал это все когда уже приехал посмотрел на самом деле что ну и что на самом деле? ну то что вот это вот беспорядок ну во первых не организованная эта война ну между нашими там сами своих стреляют вот кидают может ты впереди а сзади свои же свои же тебя и застрелят ну почему? ну так ну берут зэков они ж не толком там никто с оружием никто то может кто то и служил кто то и не служил а вот это вот взрывы стрельбы начинаются перепуганы они не знают куда стрелять и давай вот это вот то что учили они как бы вот меня учили хотя я и в армии служил там вот это ничего не надо а много зэков воевало по солидарам? где? по солидарам много зэков было? ну не знаю мы приехали нас приехал сколько туда? почти двести человек нас приехал и до нас там были ну в живых там вообще единицы оставались из десяти человек, да? не вот до нас приезжало в огород сто человек насколько я знаю вообще человек пять или шесть осталось некоторая группа вообще не доехала ну прям урала раз этого расстреляли ну не расстреляли это сразу ну такие вот какие то всякие разные случаи а вот твое мнение почему зэков посылают? я не знаю все как бы надеялись на амнистию какую-то ну ждали по крайней мере наверное выбрали вот это вот этот путь как бы типа амнистии почистить лагеря вот эту вот зачистку сделали и все я думаю вот за это за кипушечное мясо на войне? наверно да хочешь тоже что-то сказать украинцам? м? хочешь что-то сказать украинцам? украинцам? да 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 нет в принципе чё сказать больше нечего россиянам? м? от зэкам вот например зэкам что-то хочешь сказать? если будут смотреть? ну зэкам чё я уже говорил брали у меня тоже так вот телевидение и все как говорил здесь делать нечего не наша война и вообще это неправильный путь кто выберет эту войну я считаю тут делать нечего до конца мыb и вот Продолжение следует...